Приветствую всех на канале Бажениты. Это Омская область. С вами я, ведущий Влад. Специально для туристов поехал по другой дороге, чтобы показать. Самая, на мой взгляд, короткая и удачная дорога. Ну как она удачная? Она не столько удачная, сколько интересная. Конечно, легче и проще всего ехать по асфальту. Вот он асфальт. Я там покажу. 90 километров. Дальше идет указатель. Поворот на Аксенова. Поворачиваем по указателю налево и 12 километров по грунтовой дороге. Но это можно ехать сюда только тогда, когда не было дождя, не было метели. Тогда дорога хорошая. Сейчас дорога хорошая. Я думаю, что я проеду без проблем. И вот по воде тоже летом собрался ехать ко мне. Поедет по нашей трассе в сторону облом к родственникам. Ну и тут сразу же я ему покажу, как до нас доехать. Это будет легче и проще. Ну и другие также туристы. Если поедут, имейте в виду, что здесь будет самая короткая, не столько удобная, сколько интересная. Такая дорога для тех, кто не знает. Когда мы едем по трассе в Старо, дорога идет с юга на север, параллельно течению РТШ. Когда поворачиваем перпендикулярно от РТШ, с востока на запад, дорога начинает идти как бы вниз по низине. Тут такая заболоченная низина одновременно и в ней очень много лицов. Что такое Иртыш? Иртыш это очень быстрая река. В переводе с тюркского землерой. Коренное население здесь было татары. Потом уже русские осваивали Сибирь. И получается вот мы едем перпендикулярно Иртышу и постоянно едем вниз, вниз и вниз. Иртыш в течение многих миллионов лет смещается, в зависимости от движения земли, дальше на восток. И оставляет за собой пойму, низменность. Вот эта низменность заполнена водой и представляет собой гривы. И получается, что едешь постоянно либо вверх, либо вниз. Гривы не так хорошо видны, а видны только с большой высоты. И вот от РТШ приходится ехать постоянно вниз. Потом, когда уже поднимаешься вверх, там уже становится гораздо лучше и суше. Покажу сразу, какая дорога, что здесь не разгонишься. Заболоченную и заросшую березняком низину вроде бы проехали. И сейчас начинается небольшое возвышение. Вот на этом возвышении растут хвойные леса. Проблематично через этот лес проехать. Очень плотная и там почва такая, что ничего не сохнет. Но попытаюсь проехать. Вот хвойный лес, очень близко к дороге подступает. Солнца здесь мало и дорога сохнет плохо. В общем, вот тут здесь накатали. Ну, ехать можно. Но если дождик сбрызнет, тут уже не проедешь. Заезжаем мы в Аксеново. Вот такие дома здесь. Небольшая деревня. Буквально тут две улицы. Проехали тут метров 50-60 и упираемся в перекресток. Вот на этой перекрестке нужно повернуть направо. И едем до речки. Раз в деревне есть дети, значит деревня живая. Молодежь есть. Есть кому рожать. Покажу достопримечательность деревни Аксенова. В чем ее особенность? Это то, что деревню делит речка на две части. На старую часть и на более современную, на новую. Вот речка. Вода очень сильно поднялась. Эта вода пришла с Куриминского озера. Там, где не мог проехать Димон. Здесь такой мостик из доски сделан. Есть течение. Вот он сюда заходит. Здесь видно, что рыбачат. Сачки лежат. Я рыбу тут не вижу, видно ночью нужно ходить. Сейчас я пройду по мостику и покажу. Сейчас на ту сторону перейду. Покажу какое здесь течение сумасшедшее. Вот это все пришло с Куриминского района. А там, как я понял, что с Куриминской области. Поставляет сачок и полная будет рыба. Это вот одна труба. Сейчас подойду дальше. Там еще вторая труба. Там воды не меньше, а столько же. Дальше идет заводь. Вот она ее видно. Вода потише, но тут глубина большая. Здесь раньше была мельница. Почему и деревня называется. От основателя деревни, жителей Аксенова. Здесь специально был выкопан русло реки. И стояла мельница старая. Вот такие дома тут. Там вот видно, что труба лежит. И вода идет во всю трубу. Давление такое, что рядом с трубой размыло. Сейчас на ту сторону перейду. Вот тут рыбачат, сети стоят. По свету не видно. После второй трубы, после речки, переехали через речку. И поворачиваем в ту сторону, налево. Прямо не едем. Налево будет дорога идти на Новую Покровку. Сейчас буду ехать и показывать, что там дальше будет. А вон Васька пошел рыбачить тоже на речку. Он знает, где его накормят. Что из себя представляет старая часть села? Проезжаем мы налево по улице Заречной. Деревня кончается. И едешь по прямой. Ну, сейчас проедем, посмотрим. Километра три, наверное, четыре до Новую Покровку. И вот здесь, с самого высокого места. Очень отличный вид на Аксеновское озеро. Что интересно, Игоря Циклона давно здесь не было. И не знает, не в курсе дел, что здесь делается и творится. Оказывается, старую часть деревни перекопали, перепахали. Ну, деньги-то здесь должны быть. Надо подождать, пусть выровняется, осыпется и тут можно походить. Вот как хорошо огородик-то спахан. Здесь дома были старые. Человека неприятности, надо помочь. Ёлки под гвозди лежат, сейчас напоримся. Это ты подкладывал? Да, уже всё, подложил. Нет, я уже, Света, подложил. Ну, сейчас попробуем дернуть. Сильно, не гадуй. Надо вот на передо. Заднюю включай и выйдем. Вот так. Вот это. П Navörper! Нес질 точностью! Скорее! Иогера! Затского! stretching ustista! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дорога идет дальше, накатанная хорошо На легковой машине с низкой посадкой И ничего, еду вперед Объехал я Вот он этот лес заболоченный На упаковке если ехать, тут есть поворот, дорога хорошая, накатанная И объезжаешь этот лес буквально метров пятьсот Лишь бы не бояться И дальше нормально проезжаешь на Аксюнова Дорожники работают Копают А, я так вон в чем делаю Они берут грунт и закапывают вот тот переток Который в этом Где они, Димон не смог проехать Техники понагнали Значит так, по ходу действия дороги Доезжаем до Новопокровки Упираемся в забор Тут у человека частное владение Там у него там люди рыбачат, приезжают Охотятся Как уперлись в Новопокровку Влево идет дорога на Преображеновку Там сейчас работают дорожники Вон видно ездит техника Насыпает профиль Ну а мне туда не надо Мне нужно в Баженово То есть поворачиваем направо И отсюда километров восемь До села Ну а здесь отличная дорога Можно ехать Все грейдером Выровнено Конечно, грязь не проедешь Сильный дождь Ну а подсохни Два-три часа обсохни Можно спокойно ехать Но Апокровка тоже маленькая деревушка Но люди живут Двигаются Вот абориген Километров пять осталось до Баженова Я еще Почему поехал по этой дороге Съезжу Посмотрю у коров Что они там едят в поле Если они, конечно, стоят тут рядом Близко Сразу посмотрю Вот здесь речка протекает В одном месте кашу И посмотрю, как там вода есть или нет Смогу ли я проехать на тракторе С прессом Потому что пресс очень низкий И там такая конструкция Что если его замнешь Вот этот подборщик Потом замучаешься Тем более импортный Сразу покажу Вот охотбаза Я не знаю, кому она сейчас принадлежит Но там есть и частные владения Есть котлован Можно приехать Отдохнуть А можно просто дикарями Приехать на Куриминское озеро Огромное В любом месте встать Вы, значит, заплыть И хоть на резинке заплыть Хоть с мотором Рыбач не хочу Сейчас покажу Там вот Лавда плавает Оторвалась Сейчас покажу ее Снимаю против света Ну посмотрим, как получится Я еще еду Смотрю, что за острова какие-то На озере Непонятные А это ветром разбило камыш Лавду И гоняет по озеру И озеро Такую специфику имеет Что не всегда Можно на нем Выйти на чистую воду Вот там, где участника территория Он лавду убирает Очищает И можно спокойно выйти на воду А если ходить по озеру То идешь-идешь по камышу Резкий обрыв Метры более Полтора А то может и два Так что Такую специфику имеет озеро Ну-ка поближе там Видать что А вот его охотбаза Огромное озеро Юрка Скутер сделал Ну что-то масло дизельного налил Это егерь С местной охотбазы Егерь он и сторож Живет здесь постоянно Я думаю Что за ерунда Ёлки-палки У меня коровы Молоко сбавили А тут Пришлось приехать сюда И посмотреть Что такое Вот оно стадо Здесь ходит Издалека смотрится Вроде как поле зеленое А ближе когда подходишь Ну корову конечно Тут хорошо подстригли Возле деревни там Брейда, костерок А здесь трава Не очень конечно Овечки подбрили ее хорошо Но корову конечно наедаются Но все равно мало Пастух тут рядом сидит Сейчас у него Спрашивают Почему он так хреново пасет Спит подъебленный Падет целый день А вчера я Вот А вчера я вон до туда До бугра доехал Не доехал Дошел пешком Потом сюда идти Тут ёлки-палки Далеко Ему то легко Он целый день тут на ногах И мало будет Они вон за речку переведут Там поедут Ну Хреново коров патешь Голодные приходят домой Все наедят Нормально они пастухные Вот такой у нас Пастух абориген И собака у него охранник Хотел вчера с собаками Пригнать стадо А то видишь ёлки-палки Побоялся Они мои собаки Поймают ее Задируют И пастуху тяжело будет Так правильно У тебя собаки какие У меня лошади А не собаки У меня пастухи собаки А у тебя норная собака Охотничья У меня хорошая собака Да Овечек она хорошо пасет Она и коров хорошо пасет Молодец Это мой напарник Ну естественно Надо есть с кем поговорить А то скучно Ну вот ты приехал Хоть с тобой поговорить Я еще хожу Ну что такое ёлки-палки Коровы блин Приходят домой И сразу падают Спать ложатся А их видать Тут комар сильный ест Тут рядом А вот еще Да Сегодня потеплело И потеплело И полот И комара полно Нужно коров Срочно обрабатывать Может быть Может быть Запросто такое Комарья тьма Слушай А вот Я же там возле Кривого Кашу Всегда Начиная оттуда Косить Вот тут речка Я Значит До речки доеду Доеду Потому что здесь В одном месте Там было Смотрю грязь Там грязь Ну через речку ты Не, не, ты что Через речку Мне хотя бы посмотреть Что Смогу ли я потом На тракторе проехать Нет, на тракторе ты проедешь Так у меня В тракторе проеду Так у меня же пресс А пресс там Подборщик Он очень низкий Его нельзя Не дай бог заденешь Я его сломаю Сейчас я проеду Посмотрю Ну промыло там хорошо Вот-вот Можешь подборщиком Ты можешь Скребануть А потом запчасти Крен найдешь Трактор это пройдет Нормально А вот подборщик Я не знаю Ну значит Буду начинать Косить в другом месте Вот она моя Скотина Что удивительно Что Скотина с одного двора Даже в стаде Держатся вместе Вот они Своих-то скотину Да знаю своих Кому У меня бык здесь Ходит сюда Кострат Я его не выгонял А сейчас Вот третий день Выгнал Посмотреть надо Как он ходит Но по стулу Говорит Что пасется Нормально А ну все Вижу свою Сходи Вот у меня Она белобокая Сейчас покажу Вот одна белобокая Вот вторая Черная Тоже белобокая И все мои Вот и телка Тоже моя Вот она ходит Заглядывает Меня увидела К скотине Близко подойти Вообще невозможно Комар съедает страшно А все руки Облепило И полуд поднялся Нужно срочно Обрабатывать Буду обрабатывать Я покажу Чем и как А пока я на речку Съезжу Посмотрю Есть там проезд Или нет Добрался я до речки Доехал Потихонечку Смотрю здесь Как вода идет Ну так же Как везде Прошлый год Не было такой воды А тащить На тракторе пресс Ладно На тракторе Я вижу Что я тут проеду На тракторе С косилкой С граблями Я проеду А вот с прессом Я тут навряд ли проеду Мне что тут Размыло то Подборщик Очень низкий Очень низкий Подборщик Очень опасно Это Как его Если замнешь Все это Железину Грунт мягкий Посмотрим Так что Очень рискованно Ехать сюда косить Ну посмотрим Сразу скажу всем Кто смотрит канал Спасибо вам За поддержку Дорогие зрители Что поддерживаете меня Что защищаете Знаю я этот трюк Димоновский Что с одного Адреса Можно сделать Несколько Аккаунтов И писать Самому себе Но я вам скажу Что это Не Димон Пишет А это Дьявол Пишет Я человек Глубоко верующий И дьявол У Димона Попадает К нему в голову В голову Из бутылки Как он вмажет Так все У него Дьявол В башке Он пишет Все подряд Что думает Я абсолютно На него Не обижаюсь По понятиям Он меня и не может Обидеть И огорчить Тем более Я к Димону Отношусь Ну как К своему Брату Пусть он даже Брату не по крови А по духу У него канал Он его ведет У нас Всякое разное Общие интересы Дело в том Что у каналов Своя публика У каждого Своя И каждый ведущий Хочет улучшить Свой аккаунт И получается Так что Каналы постоянно Друг с другом Конкурируют Сталкиваются И каждый ведущий Хочет Чтобы рейтинг Поднять Своего Канала Ну Я снимаю Не для того Чтобы Получать копейки Вот с этой Бугловской рекламы Пассивной У меня активная реклама Я производитель Произвожу свою продукцию Ее рекламирую Что я произвожу Молоко Сейчас буду сено Производить Потом мясо И тому подобное Ну что Что могу сказать Флаг ему в руки Пусть пишет Что хочет Это повышает Рейтинг моего канала Ладно Доберусь до дома Закончу этот репортаж Кыш Ну что же Сволочи Налетели Тут и комары И полуты Кого только нет В общем Заканчивая на сегодня Съемку Стало понятно Почему корову молока Сбавили Полут поднялся И комара страшно много Нужно срочно обрабатывать их От комара От полута Есть у меня препарат Кого смогу обработать Я обработаю А нет Так я в среду возьму Обработаю Как буду обрабатывать Я покажу А пока Подписывайтесь на канал Кто подписался Не забудьте нажать на колокольчик Понравилось Если понравилось Поставьте лайк Если не понравилось Поставьте здесь свой дизлайк Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok